Здравствуйте! Меня зовут Евгения Кузнецова и предлагаю вам серию коротких уроков по выравниванию осанки и приданию подвижности позвоночнику через ноги и стопы. Сядьте, пожалуйста, на табуретку, которой горизонтальная поверхность, на переднюю ее треть, так, чтобы больше двух третий бедра находились вне опоры. А в тазобедренных и коленных суставах был угол в 90 градусов. Для большей подвижности расположите руки на бедрах ладонями вверх. Почувствуйте, как вертикаль проходит через вашу макушку, голову, спускается через шею, в грудном отделе, в области поясницы и таза и уходит между ног. Оцените степень своей симметрии. И давайте выполним упражнение. Пожалуйста, надавите правой стопой на пол. Мягко, плавно снимите напряжение. Опять надавите правой стопой на пол. И почувствуйте, как в этот момент вес тела переносится на левую ягодицу. Опять надавите правой стопой на пол. Почувствуйте, как левая ягодица прижимается к опоре ярче, а правая приподнимается. И еще разочек. Надавите правой стопой на пол. Медленно, плавно. Медленно, плавно снимите напряжение. И в очередной раз, когда будете давить правой стопой на пол, пожалуйста, наклоните голову справа. Надавили правой стопой на пол. Мягко, плавно сняли напряжение. Наклон головы – это когда ухо стремится к плечу. Опять надавите правой стопой на пол. Головушку наклоните направо. Правое ухо стремится к плечу. Мягко, плавно снимите напряжение. И еще разочек. Правой стопой надавите на пол. Наклоните голову направо. Мягко, плавно снимите напряжение. И в очередной раз надавливая правой стопой на пол, наклоняя головушку направо. Сделайте вдох. На выдохе мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. И еще разочек. Надавите правой стопой на пол. Наклоняйте голову направо. Сделайте вдох. Мягко, плавно снимите напряжение. Теперь давайте поменяем рисунок дыхания. И надавим в пол правой стопой. Головушку наклоним направо. И при этом сделаем выдох. На вдохе вернемся в нейтральное положение. Опять надавите правой стопой на пол. Наклоните голову направо. Сделайте выдох. На вдохе мягко, плавно снимите напряжение. Какое движение выполнять комфортнее? На вдохе или на выдохе? Отдохните, пожалуйста, в положении нейтрали. Опять давайте почувствуем, как проходит вертикаль через макушку, голову, шею, шею, грудную клетку, поясницу, таз и уходит между ног. Какая глигодица вам кажется ярче прижатой к опоре. И теперь давайте левой стопой надавим в пол. Медленно, плавно снимем напряжение. Вернемся в нейтральное положение. Опять надавим левой стопой в пол. Почувствуем, как вес тела смещается на правую ягодицу. Мягко, плавно снимем напряжение. Опять надавите правой стопой, левой стопой в пол. Почувствуйте, как левая ягодица отрывается слегка от опоры. И вес тела переносится на правую ягодицу. Великолепно. Еще разочек. Надавите левой ножкой в пол. Почувствуйте, как приподнимается левая ягодица и нагружается весом правая. Мягко, плавно снимите напряжение. И теперь давайте сделаем два движения вместе. Левой стопой надавим в пол. Головушку наклоним налево. Когда левое ухо стремится к левому плечу, мягко, плавно снимем напряжение. Великолепно. Опять левой стопочкой надавим в пол. Головушку наклоним налево. Мягко, плавно снимем напряжение. Великолепно. Теперь, пожалуйста, давя в пол и наклоняя голову налево, сделайте вдох. Надавливаем левой стопой в пол. Наклоняем голову налево. Сделаем вдох. Мягко, плавно снимаем напряжение. Великолепно. Опять левой стопой надавим в пол. Наклоним головушку налево. Сделаем вдох. Мягко, плавно снимем напряжение. Великолепно. Теперь давайте поменяем рисунок дыхания. И надавливая левой стопой в пол, наклоняя голову налево, сделаем выдох. На вдохе. Мягко, плавно снимем напряжение. Угу. Еще разочек. Левой стопочкой надавим пол, головушку наклоняем налево. Сделаем выдох. На вдохе мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Старайтесь двигаться в ритме дыхания, чтобы оно регулировало и амплитуду, и частоту ваших движений. Угу. Великолепно. И теперь давайте опять оценим вертикаль, проходящую через голову, шею, грудную клетку, поясницу, таз и уходящую между ног. Симметричнее ли вы сидите? Легче ли вам удается провести вертикаль сквозь тело? Не кажется ли вам, что ваша осанка стала чуть ровнее, а вы чуть выше? Выравнивание симметрии право-лево, идущие от стоп, позволяет равномерно распределить вес тела на ягодицы, выровнять таз, плечи, шею и почувствовать себя ровнее и симметричнее. Пару коротких движений в ритме уроков по методу Фильденкрайза, медленно, плавно и с небольшой амплитудой, быстро и эффективно уравновешивает осанку и улучшает движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова